Добрый вечер! Это программа «Мажор Совет». Здесь журналисты и гости обсуждают темы, которые им действительно интересны. Меня зовут Дарья Михеева. Сегодня вместе со мной в студии мои коллеги Анна Стефаненкова и Ирина Сырцева. А также наш гость, руководитель исторического общества «Триумф» Сергей Новиков. Всем добрый вечер! Добрый вечер! Сегодня предлагаю обсудить исторические балы, которые проходят в нашем городе, исторические танцы. Для полного погружения в тему предлагаю вам взглянуть на экран. Подчеркну, что это видео современное. Оно было снято в наши дни в библиотеке Герцена. Сергей, расскажите, что это за мероприятие? Что это за танец был сейчас? Ну, конкретно данный танец — это богемская национальная полька. На самом деле, этот танец не имеет особого отношения к 19 веку. Это современная стилизация, которая выполнена, скажем так, в духе поля 19 века. Бал, на котором это все исполнялось, — это у нас был Герценовский бал, который проходит у нас ежегодно в декабре. В принципе, это у нас самое крупное мероприятие в году. И в этом году он собрал более 150 танцоров. И еще и в зале мы смогли уместить 50 музыкантов оркестра «Глядской фармонии». Долго готовились? Этот танец конкретно долго разучивали? Ну, это достаточно сложный танец. Сколько-то его разучивали. Все зависит конкретно от каждого танцора. Кому-то дается легко, кому-то чуть сложнее. Здесь конкретно к этому балу, к этому танцу сложнее была именно работа с оркестром. То есть у симфонического оркестра еще не было опыта именно игры на балах. Ну и мы как раз-таки обрали одну пару, приходили к ним на репетиции, мы прямо при них все это про танцовую, или поясняли, где играть быстрее, где медленнее и так далее. Но вот это больше времени заняло, чем изучение самого танца. Постановкой кто занимался танцем? Конкретно этот танец – это хореографическая постановка одного из ведущих мировых историков Ричарда Паверса. То есть это приглашенный хореограф, не наш, не кировский? Нет, это хореограф из Соединенных Штатов Америки. И он не приглашал. Этот танец он давал в 2012 году на Международном фестивале исторического танца. Там, соответственно, я его увидел. Мне он понравился, я его привез киров и учил уже своих танцоров. А среди участников кто? То есть это совершенно любые желающие или, допустим, студенты, молодежь? Ну, вообще исторические танцы, такой особый вид танца, которые по большому счету не имеют каких-то четких возрастных рамок. То есть в рамках основных занятий у меня занимаются и школьники, и студенты, и люди среднего возраста, и даже пенсионеры. То есть здесь танцы достаточно простые, танцевать их может любой, как и было, в общем-то, в 19 веке. А много желающих? Да, в современное время. Ну вот, я думаю, что у нас одна из весьма крупных школ в России, у нас занимается порядка 130 танцоров. Это регулярно получается? Это регулярно, да. То есть понятно, что люди меняются, то есть студенты могут уехать в другие города, учиться, у кого-то там другие причины, но все время приходят новые люди. А давно вообще ваше общество появилось у нас в городе? Ну, смотрите, само направление исторических танцев, как и по всей России, оно у нас возникло в начале 90-х. Но вот конкретно я это все увидел и стал этим заниматься, это было в 2010 году. А помните свой первый танец, какой разучили? Да, на самом деле помню, это было очень весело, это была полька-тройка, это опять же не имеет никакого отношения к историческим танцам. Но надо понимать, что тогда, в 2010 году, вот того, что увидели на экране, этого не было. То есть это было просто другое время, когда, ну, даже сложно сравнивать, то есть когда мы смогли что-то действительно похожее на исторический бал провести, это был первый герцоговский бал, тогда это казалось просто чем-то запредельным, то есть это был огромный шаг вперед. И так вот на этом балу у нас было меньше 60 человек, сейчас у нас 150 танцоров, 50 музыкантов, то есть это даже нельзя сравнивать. То есть вообще по всей России движение исторических танцев – это движение развивающееся, то есть оно еще только формируется, то есть им меньше 30 лет, то есть это мало. То есть это цифры, которые сейчас есть, количество участников, это не предел, это только начало. Где потом будете размещаться сейчас, насколько я знаю? Вы знаете, да, мы здесь ограничены исключительно залами. То есть мы… Вы сейчас где? Занимаетесь в библиотеке? Занимаюсь в библиотеке Герцена, в библиотеке Грин, то есть в историко-краеведческом клубе «Мир». Вот, зал для проведения балов у нас, ну, самый большой и единственно подходящий – это зал библиотеки Герцена по такому размеру. И вот уже третий год подряд мы делаем ограничения в 150 танцоров, потому что больше, но уже тесно. И вот если еще пока не было оркестра, было нормально, то этот балл показал, что, ну, тяжело. А как отбор идет? То есть вот есть какое-то количество желающих, вы говорите, одним, да, другим? Нет, там что, какой-то кастинг у вас телевизионный или что? Или кто первый подал заявку? Ну, как правило, все танцоры, которые, соответственно, в Кире занимаются, они на этот балл попадают. Вот, но вот в 2014 году у нас было 120 участников. Из них было 60 участников из Кирова и 60 участников из других городов. И вот каждый год, когда мы уже достигли вот этого предела, 150 танцоров, мы просто, скажем так, меньше афишируем наш балл для иногородних участников. То есть в этом году мы, по сути, позвали только там совсем наших близких друзей из Москвы, там, одну из школ, вот, и у нас было 100, там, грубо говоря, 20 наших участников из Триумфа и 30 вот наших иногородних друзей. То есть кировчане все равно в приоритете? Ну, конечно, конечно, как можно отказывать своим танцорам? А не обидно? Это же все равно какой-то обмен опытом. Вдруг участники там из других городов привезут какие-то свои там нюансы движения, там что-то еще. Мы здесь говорим конкретно про герциновский балл, баллов проходит много. А так вы обмениваетесь, да? Да, регулярно. Вы сами выезжаете? А куда ездите? Ну, я стараюсь ежегодно выбираться на международный фестиваль исторического танца, который проходит в августе в Москве. То есть там уже не только люди со всей России, которые так или иначе, хореографы и преподаватели исторических танцев по России, друг друга знают. Мы регулярно встречаемся на подобного рода фестивалях. Но в Москве преподают, во-первых, иностранные преподаватели и очень много делегаций, именно учеников из других стран. Например, вот в прошлом году я не смог съездить, вот. А когда я был в позапрошлом году, были люди из Италии, из Франции, из Соединенных Штатов Америки, из Британии, даже была одна участница из Ирана. То есть это достаточно большое направление. Но вот эти баллы – это встречи просто как клуб по интересам, да? Собираются люди для того, чтобы вот в танцевальной форме и благодаря вот этому движению пообщаться друг с другом. Ну, в большом счете, в первую очередь это общение, танец – это просто инструмент, как, в общем-то, это и было в XIX веке. А получается, что за рубежом это хобби, увлечение тоже есть и сейчас тоже развивается, правильно я понимаю? Или Россия отстает, или мы идем наравне? Вы должны понимать, что за рубежом увлечение историческими танцами, оно было, и оно не прекращалось. То есть для них вот очень интересно смотреть, когда из иностранных преподавателей кто-то показывает видео, вот мы делали балл в там каком-то 87-м году. Как вы понимаете, в России в 87-м году баллов по Российской империи особо не делали. Вот. И у нас вот это движение стало активно набирать популярность в 90-е, и оно продолжает набирать популярность, но оно достаточно молодое. И вот когда, опять же, в 2012-м году, я вспоминаю, когда Ричард Пауэрнс, его спросили, а как давно вы этим занимаетесь? Он сказал, 40 лет. Для нас, то есть, было сложно, у нас всего движение меньше 40 лет, то есть человек уже так давно этим занимается. А каким историческим событием в нашем городе уже организовывались баллы? То есть есть какие-то определенные, я так понимаю, вехи, которые затрагиваются в конкретном балле? Ну, не совсем исторические события, то есть балл, как правило, делается по какой-то эпохе. Конкретно у нас, да и в общем-то в большинстве студий России, основная эпоха — это 19-й век. 19-й век, в свою очередь, это огромный промежуток времени, это 100 лет. Начало века и конец века абсолютно не похожи, как и середина века. В России так исторически сложилось, что мы, ну, как правило, делим 19-й век на 5 направлений по моде, по танцам, по всему. Это начало века эпоха ампир. Как правило, у нас его связывают, скажем так, с Наташей Ростовой, Первым Балконским и так далее. Ой, Первым Безуховым, прошу прощения. Потом у нас идет эпоха романтизма. Потом на середину века у нас идет эпоха кринолин. Потом тюрнюр. Потом модерн. Как правило, вот эти 5 основных направлений по ним делаются балы. Конечно, самое популярное, опять же, в связи с нашей спецификой, это середина века и начало века. А почему? Середина века, потому что пышное, красивое платье у дам. Девушки хотят почувствовать себя принцессой. Начало века, потому что война и мир. Вот возвращаясь, сейчас вы говорили, перечисляли там эпохи. У вас, наверное, пятерка по истории была, да? Да нет. В любом случае, чтобы знать что-то, какие костюмы, какие движения, какие повадки, нужно немножечко увлекаться историей. Ну нет, история мне всегда нравилась, безусловно, и историей я, в общем-то, всегда увлекался. Но когда мы начали как раз-таки это дело в Кирове продвигать, поскольку информации не было, приходилось много искать. Ну и как раз-таки общение с преподавателями из других городов, где уже было это более развито. Ну в основном это Москва, в тот момент был и Питер. И общение с иностранными преподавателями, конечно, ну это очень, скажем так, большой багаж знаний был получен. Ну вот интересно, ваша история, ваш опыт, вообще почему вы пришли? Мы у других, к сожалению, спросить не можем, участников, но вот вас интересно послушать, почему, как люди приходят к тому, что они начинают заниматься больным танцем. То есть просто нравилась история, нравилась хореография, и решили все это совместить? Я тогда был студентом, и я попал на один из танцевальных вечеров, ну скажем так, на базе историко-кровеческого клуба «Мир» у меня было такое направление, как раз-таки танц, вальс, еще что-то. И они проводили в музее Васнецовых такой вот танцевальный вечер. И я туда случайно попал, и мне это понравилось, я решил этим позаниматься, а потом я полез в интернет, увидел, что, оказывается, по всей России-то уже вообще на другом уровне проходит, и то, что у нас это ни в какое сравнение идет. Мне так захотелось этим всем позаниматься, и что-то подобное создать в Кирове, чтобы в Кирове тоже проходили именно исторические баллы, именно исторические танцы. Не испугались. А говорили еще немного об эпохе. Можно ли чуть подробнее узнать о танцах? Какие вы танцуете? Что это? Поняли, что есть полька, а что еще? Ну, есть вальс, есть какие-то кадрили. То есть тут надо понимать, что вот это сто лет, это не значит, что сто лет танцевали одно и то же. Танцы менялись. Здесь понятно, что там такие известные танец, как вальс, он просуществовал весь XIX век, и, в общем-то, сохранился и до наших дней популярен, но он не всегда был популярным танцем, самым популярным танцем. Были моменты, когда он, наоборот, становился старым танцем, скучным, его забывали, например, в какой-то момент его переставали танцевать. Но время от времени появлялись какие-то танцы, которые, скажем так, выстреливались. Самым, наверное, ярким танцем в XIX веке – это была полька. То есть полька-мания, даже есть такой термин, она облетела буквально весь мир. То есть если там начали польку танцевать, то через два месяца, а тогда не было, в общем-то, ни машины, ничего, через два месяца польку танцуют уже и в России, и в других странах Европы. А у вас есть любимый танец? Ну, сложно сказать. В это время уже столько всяких танцев, которые нравились и надоедали, поэтому не смогу ответить на этот вопрос. Коллеги, предлагаю ненадолго прерваться. Мы продолжим буквально через минуту. Не переключайтесь. Еще раз добрый вечер. Это программа «Мажор совет». Напомню, что сегодня вместе с руководителем исторического общества «Триумф» Сергеем Новиковым мы обсуждаем исторические танцы и балы, которые проходят у нас в городе. Сергей, я думаю, что не секрет, что ваши балы славятся не только прекрасными танцами, но и необычными костюмами, шикарными нарядами. Предлагаю еще раз взглянуть на экран и посмотреть, что костюмы, правда, соответствуют тому времени, тем балам, которые проходили в XIX веке. В современном магазине таких костюмов не встретишь. Можете ли немного подробнее о них рассказать, как готовиться к балу, откуда все эти прекрасные платья и фраки? Ну, скажем так, есть люди, которые танцуют, есть люди, которые шьют швей, и есть уже в Кирове несколько швей, которые, в общем-то, умеют делать исторические костюмы, но когда есть сообщества, там, 120-30 танцоров, есть потребность костюмов, и у нас достаточно профессиональные, скажем так, специалисты, которые могут изготавливать эти костюмы. То есть, получается, каждый участник готовит себе костюм сам, правильно я понимаю? Ну, в большинстве своем, да. То есть, он подбирает фасоны и обращается к шве, да? Есть ведь, наверное, все равно какие-то требования, что носили в XIX веке, в чем приходят на ваш бал, расскажите немного именно. Да, конечно, на каждом балу у нас есть дресс-код, то есть, это как раз-таки то, в чем можно приходить, в чем нельзя приходить. Вот я уже говорил, что мы делим по эпохам, то есть, у нас есть свой дресс-код на начало века, у дамы как раз-таки ампирные платья, у кавалеров это фраки начала XIX века, либо там гражданские, либо военные мундиры. Если с 30-х, 40-х годов у кавалеров уже появляется вот этот классический черный фрак, там меняется только уровень талии, грубо говоря, но вот в таком формате, в котором он дошел до наших дней, он и в XIX веке мало менялся. До у дам платья меняются достаточно часто. То есть, вот эти пять эпох, которые я сказал, это пять разных платьев, причем кардинально разных платьев. То есть, на каждый бал нужно с собой вести большой-большой баул, да, получается? Особенно, если где-то выездной. Да, конечно. И как вы готовитесь, вот эти вот костюмы все вы делаете все абсолютно сами или где-то заказываете все вместе? Ну, вот я же сказал, то есть, нет, почему? Каждый заказывает у каких-то специалистов. Некоторые, да, мы шьют сами, конечно. А сами, когда шьют, что учитывается? То есть, каким-то учебником это все делается? По лекалам, может быть, где-то достаются, там, прошлого века? Вы знаете, с XIX века до нас дошло большое количество всевозможных, скажем так, методических показаний, как к танцам, так как раз-таки и к костюмам. А что, из чего они себя представляют, вот эти методические показания? Такой опыт, это модные журналы. В XIX веке точно так же были модные платья, модные журналы, картинки, и, в общем-то, это не было недостатком. А где их можно взять, например, почитать? В библиотеках во всех? Ну, в библиотеках, ну и в сети в открытом доступе огромное количество книг, огромное количество лецитрационных материалов. То есть сейчас это, ну, вообще не проблема. Интернет спасает мир. Предлагаю еще перейти немного к мероприятиям. И поняли, что уже был герциновский бал большой. А что будет в ближайшее время, наверное, к чему-то еще готовитесь? Ну, в ближайшее время у нас пройдет, ну, вот, небольшое мероприятие «Наш Маскарад». Ну, это такое достаточно легкое, непринужденное мероприятие. Следующим большим балом у нас будет бал в честь Дня рождения исторических танцев. То есть мы за основу взяли 92-й год, когда вот, ну, первый, скажем так, кружок вальса появился, когда группа людей в Кирове начала немножко увлекаться. Пусть это не были еще тогда исторические танцы в нашем современном понимании, потому что еще не было даже понимания об исторической реконструкции. Когда день рождения у вас, когда поздравлять? Ну, мы обычно просто берем первые выходные после Великого поста в апреле. Хорошо. Вот. Ну, и из больших мероприятий этим летом у нас пройдет большой бал по началу 19 века, который мы переворачиваем к мастер-классам. Это я уже говорил, ведущего, одного из ведущих в мире преподавателей исторического танца Ричард Пауэрс. Он как раз-таки приедет к нам в Киров, ну, и, соответственно, вместе с ним приедет очень много людей из других городов России как раз-таки на эти мастер-классы и на этот бал. А каждый год приезжают, да? Разные специалисты или одни и те же, чаще всего? Ну, я вообще сторонник того, что всегда нужно обмениваться каким-то опытом и всегда нужно приглашать своих коллег из других городов, ну, по возможности из других стран. А так, да, я регулярно устраиваю, ну, приглашаю своих, скажем так, коллег, друзей из других городов, чтобы они в Кирове что-то показали, провели какие-то мастер-классы. А были ли еще какие-то именитые гости на ваших балах? Может быть, какие-то музыканты? Или вот знаешь, что губернатор обещал открыть ваш бал? Ну, губернатор у нас был дважды, то есть в прошлом году он весной поздравил, как раз-таки у нас было 25 лет астрическим танцам, он приходил, ну, и он посетил Герценовский бал. Станцевал что-нибудь? Нет, не станцевал. Не предлагали? Ну, немножко не тот формат, то есть губернатора достаточно плотный график, то есть само то, что он пришел на наш бал и нашел время, соответственно, нас поздравить уже приятно. А есть ли у вас такие танцы, которым можно научиться прямо на балу? Ну, то есть если ты пришел просто посмотреть, ну, например, тебе так понравилось, ты захотел потанцевать? Мы проводим своего рода публичные балы, как раз-таки, когда со зрителями, когда много зрителей, и они имеют возможность вместе с нами выучить какие-то танцы. Да, такие танцы, конечно, есть. А зрители, во время представления зрителей находятся прямо в зале, да? Публичные балы, да. То есть кто-то на балконе, кто-то в зале. Вот. Обычно наши балы, они, конечно, без зрителей, то есть все равно танцоры, ну, танцуют для себя, а не для того, чтобы не для кого-то. Поэтому на большинстве наших балов мы как раз-таки только участники присутствуют. Но вот Керсонский бал, он всегда открыт, и всегда огромное количество людей из балкона смотрит с этими действиями. А есть ли, может быть, еще какой-то досуг или какие-то действия в перерывах между танцами? Может быть, у вас есть какие-то развлекательные площадки именно 19 века или что-то? Да, чтобы побольше познакомиться с историей, думаю, не только танцы должны быть. Как я уже говорил, все равно бал — это именно мероприятие для общения. То есть, как правило, мы, понятно, что танцы — это его основная составляющая, но мы всегда, например, делаем салон игры в 19 веке, были популярны различные игры. То есть, там, начиная от настольных каких-то игр, ну, 19, опять же, век, заканчивая, там, более современными. Вот. Традиционно у нас есть фуршет, потому что когда ты много танцуешь, хочется там много пить. Ну, и вот, например, самый большой у нас рекорд, один из балов керсонских у нас длился 7 часов. То есть, это достаточно большой промежуток времени. Ну, и традиционно, что у нас любят все в исторических танцах — это фотографии. Поэтому обычно мы делаем отдельно фотозону, чтобы наши участники могли, соответственно, Костюмы в том числе записать. Да, сделать для себя память, да. А средняя продолжительность балла, то есть, это меньше 7 часов, сколько обычно бывает? Ну, 4. 4 часа? 4, от 4 до 7. Участники не устают? Так вы же не постоянно танцуете. То есть, это именно как мероприятие, соответственно. Когда вы приходите, вы можете ходить и танцуете, хотите, нет, отдохнули вообще. То есть, в первую очередь, это общение. Что там, чай еще, может, какой-нибудь? Безусловно, да. Ну, зависит от балла. И еще спрошу, не сталкиваетесь ли вы с такой проблемой, что дамы есть, а кавалеров не хватает? Потому что по статистике на 10 девчонок, 9 ребят, как у вас обстоят с этим дела? Есть ли интерес? Нет, ну, ситуация похожая. То есть, она не критическая. Ну, понятно, что дам больше. Но, опять же, весь балл вы же не хотите все время бесконечно танцевать. То есть, дамы тоже хотят отдыхать. Еще больше кавалеров зачастую. Поэтому, в общем-то, потанцевать успевают все. Ну, и, как правило, мы стараемся сохранять вот этот баланс адекватного соотношения кавалеров и дам. В принципе, у нас с этим все нормально. Но, вот я знаю, что в других городах, когда есть прям сильный перевес в одну сторону, то просто ограничивают количество сольных женских заявок. А сколько раз нужно посетить репетиции, подготовить себя, так скажем, для того, чтобы прийти на бал? Ну, это сложный вопрос. То есть, опять же, говорю... В зависимости от степени подготовки, да, участника? Даже не в этом дело. Представьте, что на баллу у вас есть огромное количество танцев. Например, вы выучили просто вальс, самое обычное вращение вальсом, так вы уже можете идти на бал. Вы не все станцуете, но то, что вы не знаете, вы вполне можете, в общем-то, просто посмотреть и пообщаться, и провести время. То есть, кому-то, может быть, достаточно одного раза, одной репетиции. Кому-то, да, кто-то же умеет танцевать. По большому счету, чтобы пойти на бал, ну, по крайней мере, с середины 19 века, достаточно просто уметь танцевать вальс, и уже можно получить удовольствие от этого балла. Ну, и вот отсюда вопрос сразу возникает. Каким образом и где вы учите? Ну, у нас происходит регулярное занятие. Как правило, это раз в неделю для каждой группы. Этого достаточно, чтобы человек, в общем-то, и не уставал, и просто приятно один вечер в неделю проводил время. То есть, какие-то тренеры у вас или как называется? Ну, вообще, да. То есть, преподаю либо я, либо моя супруга. Вот. И люди учатся, постепенно ходят на балы. Занятия проходят тоже где-то вот в каких-то помещениях, менее больших, да? Да, по-разному. Вы знаете, когда столько человек, то есть у нас группа, там, общая по, там, 40-50 человек, то мы тоже используем залы библиотеки Герцена, библиотеки Грина. Ну, то есть, кто-то, например, вечером идет в спортзал, а кто-то, вот, может, сходить и потанцевать исторические танцы. Ну, по большому счету, да. Мы все о танцах, о танцах, а этикету обучаете? Все равно это на вечерах, на исторических, нужно себя вести подобающим образом. Да, безусловно. То есть, этикету мы уделяем внимание, но тут хочу тоже немножко, скажем так, обратить внимание, что есть такое понятие, как стилизация, есть такое понятие, как историческая реконструкция. В первую очередь, мы, конечно, занимаемся исторической реконструкцией в плане костюмов, в плане танцев. То есть, мы делаем не похожие, скажем так, костюмы на 19 век, а именно попытки вот воссоздать. Понятно, что 100% мы воссоздать этого не сможем, но мы пытаемся. Так вот, по поводу этикета, я сторонник того, что на баллах должен быть, скажем так, современный этикет. Потому что, если мы возьмем то, как общались люди в 19 веке, нам это окажется сейчас абсолютно неуместно, и даже местами неприемлемо, потому что вы не забываете тогда очень четкое разграничение в сфере социального неравенства. У нас есть табель о рангах, у нас есть, в общем-то, чины, должности, которые прописаны. Прописано, как один чин обращается к другому, вводить это в современных, скажем так, баллах, в современной реконструкции, но я, по крайней мере, так и не вижу смысла в этом. То есть мы современные люди, то есть мы не говорим, что там я граф, я еще кто-то. Мы люди современные в современном мире, которые вот просто пытаются восстановить вот эту частичку культуры 19 века. Но мужчины с женщиной общаются, там все равно это сохраняется, да, в плане этикета? Так нет, да, то есть есть общий, ну, общий моральный, то есть этикет, он ведь не сильно с 19 века поменялся, то есть уважительные отношения к девушке, к женщине, вот, ну и вообще друг к другу. То есть это да, понятно, что мы стараемся, скажем так, просить наших участников избегать каких-то фразеологизмов, каких-то современного сленга, то есть это обычное деловое общение. Бал уже, следующий маскарад, вы говорили на следующей неделе, например, если сейчас зрители посмотрят нашу передачу и захотят принять нам участие, они успеют подготовиться? Ну, вероятно. Ну, на самом деле, то есть получается, у нас осталась только одна репетиция, за одну репетицию все-таки, как правило, даже Вальс не выучить. То есть, ну, хотя бы месяц нужно походить, чтобы что-то поучить. А как вам попадают в ваши ряды? Ну, поскольку у нас, в общем-то, не коммерческий проект, то есть это именно на основе, вот, именно идеи, рекламу мы никакой не даем, в основном просто друзья передают друзьям, знакомым. У нас есть группа ВКонтакте, которая, в общем-то, популярна, люди узнают, спрашивают, приходят. А поскольку, еще раз говорю, возрастных ограничений нет, то, в общем-то, это достаточно массовое мероприятие. А как группы ВКонтакте найти? Исторические танцы Киров? Как вы называете? Исторические танцы Триумф. Я думаю, что достаточно просто один раз зайти хотя бы с зрителем, посмотреть на всю эту красоту, заразиться, и уже тогда появится желание к вам присоединиться. Спасибо большое за беседу. Напомню, что сегодня вместе с руководителем исторического общества Триумф Сергеем Новиковым мы обсуждали исторические балы, которые проходят в нашем городе. Вместе со мной за вопросы задавали мои коллеги Анна Стефаненкова и Ирина Сырцева. Меня зовут Дарья Михеева. Спасибо, что были с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин